Приветствую вас. Давайте я вам, наверное, постараюсь ответить на ваш вопрос, так сказать, с конца, чтобы вам было немножечко понятнее то, что сейчас происходит. Значит, ту ситуацию, которую вы приводите, ну, то есть, вот, да, ситуация с вашим коллегой по работе или с его коллегой по работе, давайте сейчас уточним. Значит, так, да, его коллега по работе. Так вот, эта ситуация, она хронологически, хронологически не совсем определена. То есть, вы написали, что такая ситуация была и могла ли она повлиять на вашего мужчину, да, то есть, могла ли она как-то изменить его отношение, да, к вам и так далее. Ответ такой, хронологически непонятно, как эта ситуация расположена по отношению к событиям, которые происходили с вами, ну, вот, те, что он агрессивен, что у него проблемы в семье и так далее. Я полагаю, что если бы вы сказали, когда эта ситуация произошла, когда она имела место быть, тогда можно было бы дать более, ну, более, так скажем, может быть, точное, более точное такое определение тому, что произошло. Это, значит, по поводу этой ситуации, то есть, по поводу ее хронологии. Если же мы говорим о том, как эта ситуация может повлиять, могла повлиять на вашего мужчину, то здесь, я полагаю, нужно сказать так, что человек, видимо, по определению не уверен в себе, то есть, почему я так говорю, да, сейчас попробую пояснить. Дело в том, что мужчина довольно болезненно воспринимает его проблемы в семье. Эти проблемы мужчина воспринимает совершенно очевидно на свой счет. По, ну, по ряду причин, да, мы здесь не будем говорить сейчас о том, как он это делает, но тем не менее. По ряду причин мужчина воспринимает это на свой счет. И, соответственно, тот факт, что он воспринимает это на свой счет, заставляет меня думать, что он, ну, у него не совсем устойчивая внутренняя организация. И поэтому то, что происходит с ним, да, вот его реакция, его поведение вполне может вызываться в том числе и неуверенностью в себе, как мужчину. То есть, человек может испытывать сомнения в себе относительно того, насколько он для вас, например, ценен, насколько он для вас важен, насколько он вам дорог. Так. Это, к сожалению, вполне может быть. Ну, такая ситуация вполне может быть. Вот. И, как бы, вот видите, да, если бы вы хронологически немножечко более полно дали бы определение этой ситуации, то есть показали бы, когда она произошла, можно было бы вам более детально ответить на вопрос, да, могло бы влиять на него то, что произошло или нет. Теперь, если говорить о том, как вам вести себя в ситуации, когда мужчина вот так, значит, ну, так себя ведет. Поймите правильно, что с одной стороны, с одной стороны, вы, конечно, имеете полное право от него отдалиться, да, и вообще с ним, ну, как бы, не, ну, не взаимодействовать в этот, ну, в это время, в этот период. А почему? Потому что на вас это, ну, как-то негативно влияет, да? Да. Вот. Вы имеете полное право это делать, в принципе. Но, с другой стороны, вполне вероятно, что молодому человеку нужна ваша поддержка, ну, просто по-человечески, да, то есть мы сейчас, мы здесь даже не говорим о, знаете, чисто такой вот мужской, позиции, мы не говорим о поддержке его, как мужчины, мы говорим именно о человеческой поддержке. Она ему нужна, скорее всего, эта человеческая поддержка, но у него, как вы видите, прорывается агрессивное поведение. И это агрессивное поведение, оно вам причиняет определенный негатив. То есть мужчина, скрывая свои чувства, не имея возможности, ну, психологической, моральной и так далее, не имея возможности вам поделиться, поделиться с вами проблемой, да, мужчина, тем не менее, наносит вам вред. То есть, ну, этот вред, он заключается в том, да, что, в общем-то, вы испытываете негатив и довольно такой, ну, серьезный негатив вы испытываете, вот, из-за того, что мужчина агрессирует, вот, хотя вы говорите, что вам это не так важно, но, тем не менее, знаете, я не думаю, что может быть приятно, когда вот такая вот ситуация происходит, как вы описываете ее в своем тексте. В этом случае я рекомендую вам поступать следующим образом. Молодой человек не хочет рассказывать о том, что с ним происходит. И, в общем и целом, это его право. То есть, он не говорит вам, он не делится с вами, и, по большому счету, он, как бы, находится в своем праве. То есть, он имеет полное право вам ничего не рассказывать. Но вы, в свою очередь, не обязаны терпеть поведение с его стороны, которое вам неприятно. То есть, грубо говоря, если мужчина ничего не рассказывает вам, это, по большому счету, как бы, его право, это его выбор, да, это его выбор, ничего не говорить вам. Но вы страдать от этого не должны. То есть, грубо говоря, если вы договорились с ним, что проходите обследование, и вам сейчас нельзя, например, заниматься, как бы, интимной жизнью, да, чтобы вступать в половые отношения, то мужчина вас унижает тем, когда, вот, ну, когда говорит вам, что хочется от вас, там, секса и так далее. То есть, это, вот, его такая поведенческая реакция, она не совсем адекватна. И она унижает вас. И так быть не должно. Понимаете? Поэтому вам имеет смысл, когда вы видите у вашего молодого человека такое поведение, вам имеет смысл его поддерживать, быть с ним рядом, стараться как-то, ну, помогать ему, да, как-то поддерживать его, может быть, ну, несколько раз спросить, все ли у тебя в порядке, могу ли я что-то сделать для тебя, и так далее, и так далее. Ну, так, ненавязчиво. Это да, это вы можете сделать. Но, если, если вы видите, если вы видите, что молодой человек не только вам не говорит, что с ним происходит, но и при этом как-то вам грубит, да, и так далее, и так далее, и так далее, то в этом случае вы имеете полное право от него отдалиться, вы имеете полное право как-то обособиться и показать, что вам неприятно, что вы не то, чтобы обижены, да, но вам неприятно. и это уже право ваше. Это уже ваши границы, то есть вы в свою очередь так же, как и он имеете право поступать. Если мужчина вас любит, если мужчина не хочет вам, значит, ну, какого-то негатива, да, если мужчина желает вам только хорошего, если человек, ну, просто, например, запутался, да, если человек просто ошибся и так далее, то подобное поведение в вашей стране оно его обрезвит, оно его обрезвит, и оно поможет ему увидеть, что он движется, в общем-то, в неправильном направлении, то есть в направлении оскорбления и унижения вас. И если для человека, то есть для вашего мужчины это неприемлемо, то он поступать таким образом не будет. То есть он обязательно подкорректирует свое поведение и либо перестанет проявлять агрессию по отношению к вам вообще. ну это данная вероятность, что произойдет, но тем не менее. Либо он будет вам как-то все-таки объяснять, что с ним происходит. То есть потому что вы испытывая вред от его агрессивного поведения, да, ну испытывая негатив от его агрессивного поведения, вы получаете на это моральное право, как бы это не звучало может быть цинично, может быть грубо, может быть как-то еще, вот. Потому что, потому что молодой человек, он в этом случае поступает эгоистично. То есть если он не хочет вас, например, посвящать природу своих проблем, да, если он не хочет посвящать вас в свои проблемы, это ладно, это достойно уважения, но тогда он должен это делать до конца. То есть если не посвящает проблемы, да, то пусть это делает до конца. То есть ну чтобы вы совсем не чувствовали никаких изменений в результате с его стороны. Если он не может, а он не может, судя по тому, что вы написали, то он не справляется. И либо он работает с психологом, значит, ну, по решению своих проблем, потому что сам он не справляется с ними. Либо он будет рассказывать вам то, что с ним происходит, потому что в противном случае получается совершенно неоправданное принижение вас. И пусть это случается только тогда, когда вы переживаете такого рода кризис, и в остальном случае у вас все в порядке, все равно эти моменты могут далее развиваться, становиться более длительными, становиться более такими, ну, более серьезными по масштабу, и вряд ли от этого вам будет лучше. То есть не нужно вам делать из себя жертву. Вот именно жертву делать не нужно. То есть жертвенное поведение, когда вы как будто вы, знаете, вот когда вы принимаете молодого человека любым, и терпите вред, который он вам наносит, это не красит вас, это не повышает, не увеличивает ценность в его глазах вас. Потому что молодой человек в такой ситуации знает, что он может поступать любым образом, ну, то есть, он может не посвящать вас в свои проблемы, да, он может не рассказывать вам, что происходит с ним, и он знает, что вы смиритесь с тем негативом, который он вам наносит, он знает, но ведь вы же понимаете, что то, что с ним что-либо не в порядке, это его ответственность, помимо того, что в этом нет ничего плохого, помимо того, что в этом нет ничего аномального, предрассудительного и так далее, это его ответственность. И он, получается, не несет эту ответственность за себя. Фактически он частично перекладывает ее на для вас, что не является чем-то правильным, что не является чем-то хорошим. Опять же, для вас. Поэтому в этом аспекте я рекомендую вам четко отграничить свою и его ответственность для того, чтобы понимать, за что отвечаете вы, а вы отвечаете в первую очередь за себя и на что отвечает он. А он в первую очередь также отвечает за себя. И если кто-то из вас с этой ответственностью не справляется сейчас, на данный момент, возникают такие истории, такие ситуации. И они, эти ситуации, не являются положительными для будущего ваших отношений. Потому что, например, проблемы в семье, они бывают, бывают, они случаются, они случаются, от них никуда не дешло, но молодой человек получается не может, не умеет или не хочет с ними справляться должным образом. И это означает, что человек привык так реагировать на проблемы. А это значит, что он будет реагировать так же и на другие какие-то проблемы, которые связаны будут, например, уже с вами. Поэтому лучше, если молодой человек сейчас, прямо сейчас, пока еще есть возможность, пока вы недостаточно близки, пока у вас нет своей семьи, как я понял, чтобы молодой человек научился решать свои проблемы сам, не за счет вас, не за счет агрессии в сексе, особенно, если она причиняет вам боль. и вы увидите, либо он готов это делать, то есть готов что-то менять, готов развиваться, готов становиться лучше, готов менять свое поведение, отношения, может быть, к проблемам и так далее, либо нет. и если он не готов меняться, то уже с вашей точки зрения, с вашей позиции, с позиции вашего выбора нужно будет решать, хотите ли вы быть с этим человеком или нет. потому что насильно вы ему не поможете. Это первое. Второе. Перекос в какую-либо сторону, ну, то есть, если вы совсем, например, ему помогать не будете, вообще не будете участвовать в его жизни, или наоборот, если вы будете давить его заботы, это тоже вряд ли даст какой-то такой положительный результат. Вот. Поэтому тут нужно именно вот одно как бы опираться на рациональность и на принцип ответственности за себя и свои поступки. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! спасибо! Спасибо! Спасибо!